Очень сложная тема для понимания. И я попробую сделать все возможное, чтобы донести главную идею. Но сегодня будет продемонстрирован контрпример к моему предыдущему заявлению, что настоящие результаты доказываются в две строчки. Сегодня я буду рассказывать про результат, который в две строчки никак не доказать. Я во всяком случае не умею. И дорога довольно длинная. Но с другой стороны, даже в каком-то смысле это забавно, смотреть, что для сравнительно интуитивных результатов требуется довольно серьезный математический аппарат. Сегодня я хотел говорить про Bootstrap-based Model Selection. То есть мы хотим делать то, что мы делали раньше, но теперь мы хотим освободиться от предположения, что мы все знаем относительно распределения шума. Я напоминаю постановку задачи. Значит, та процедура, которую мы рассматривали, Simplest Accepted, может быть записана вот в таком виде. Я думаю, что я на сегодня буду рассматривать только упорядоченный случай. На следующей неделе я расскажу, как это делать для задач типа выбора подмодели, Subset Selection. Значит, Ordered Case. Тогда процедура пишется вот таким образом. Значит, M с шапкой всегда одно и то же. Simplest Accepted. Это у нас никогда не меняется. А правило, которое мы применяем, оно выглядит очень простым способом. M не заакцептит. Если наше семейство тестов не зашкаливает. Для всех M больше, чем M с кружочком. Вот вся процедура. Значит, как всегда, в таких делах дьявол сидит в деталях. В данном случае в наборе вот этих критических значений. Значит, мы помним, что эти критические значения выбираются в довольно странном виде. Значит, сначала мы пишем член, который нам нужен для байса. И еще мы пишем Z плюс B с кемат X. И член, которым мы убиваем стахастическую компоненту. Ну, значит, на самом деле неизвестно ни это, ни это. Потому что и то, и другое зависит от распределения шума. Значит, вот эта энергия шума, естественно, зависит от его распределения. Но мы на этом сегодня застревать не будем, поскольку я уже говорил, что по этому можно смело взять равный нулю. То есть это легко делается по ходу дела, но в основном мы будем говорить про это член. Значит, теперь по поводу вот этих Z плюсов. Значит, у нас есть то, что мы называем пропагейшен кондишн. И это условие касается тока шума. Вероятность того, что норма кси M с кружочком больше Z плюс M с кружочком от X. Вот это условие, здесь стоит еще объединение по всем M больше, чем M с кружочком. То есть это условие равномерное по всем таким. Значит, вот это наше условие, и это условие оно задает некоторым автоматическим образом выбор вот этих констант Z плюс. То есть на самом деле Z плюс, я уже говорил, M с чертой выбирается в формате. От X выбирается как квантийная функция одного распределения от X плюс Q. И плюс добавляется поправка на множественность. А эта функция, вот эта Z, она пишется из такого же условия, когда неравномерно, а только для пары. Это поправка идет, где берется зависящий от M с маленькой 2. Она равномерна по всем этим M. То есть мы строим для каждого M вот такую функцию Z без плюсика. А потом все эти вместе функции сдвигаем на константу Q, которая зависит от нижнего индекса. А хорошо ли такая поправка выстроена? Ну, известно, что в теории множественного тестирования это именно так и надо делать. Там есть бонферония, есть там более вроде как... Ну, значит, про бонферонию я не стал ничего говорить. В бонферонии поправляет на логарифм. Значит, Кирилла все еще нет в зале. Я приглашаю всех, значит, мой аспирант Кирилл. Он будет на эту тему делать доклад. В пятницу, по-моему, на конференции, которая будет на вышке. И, в частности, он посчитал вот эти поправки. Значит, если делать бонферонию, то это Q примерно логарифм от числа модели. А если делать так, как надо делать по-хорошему, то Q от M с кружочком очень быстро убывает. Практически только одно значение из них равно 3, а дальше оно убывает очень быстро. В общем, использование вот этого метода, оно дает вот эти поправки намного-намного меньше. Но что я хотел сказать во всей этой истории. Значит, Кси, M с кружочком, это вот такая вещь. Это, в общем случае, наша вейтинг-матрица, примененная к СМ минус М. И это все применено к Эпселу. Значит, главное, что здесь написано в этой конструкции, что вот этот вот ааксист, ахастический член, это есть некоторая линейная трансформация исходных ошибок. Вот. Теперь что мы делаем? Значит, вся проблема состоит в том, то есть это вполне работающий рецепт, если у нас известна вот эта функция квантильная. Но, чтобы ее знать, нам нужно знать распределение всего вектора ошибок. Значит, теперь возникает вопрос, а что будет, если мы не знаем распределение вектора ошибок? Значит, тут могут быть любые ситуации, какие вы себе можете представить. Итак, значит, мы можем предположить, наше параметрическое предположение может быть, что Эпсилон вот такой гауссовский вектор, но реальность может быть совершенно другая. То есть может быть, что Эпсилон таки гауссовская, таки средняя и таки однородная. Но тут вот стоит другое число. Это вот первая ситуация. Это, грубо говоря, однородный шум, но дисперсия неизвестна. Если вы посмотрите в литературу, то, ну, я не знаю, 90 с чем-то процентов литературы про неизвестный шум, это вокруг вот этого примера. То есть все как у нас, только дисперсия неизвестна. И уже большинство методов на этом начинает грустить. Уже даже на этом месте. Ну, возьмем второй случай. Пусть у нас Эпсилон будет нормальный, но тут стоит матрица Сигма, которая мы предполагаем диагональна. То есть это случай неоднородного шума. Мы можем предположить еще более тяжелую ситуацию. Эпсилон у нас просто вектор независимых случайных величин. Индепендент. Индепендент. Это и зеро мин. Матожидание Эпсилона равно нулю. Ну, мы можем предположить, что дисперсия Эпсилона равна Сигма. Опять тогда это тоже будет диагональная матрица. Я не переписываю. Ну, и можем предположить, например, что есть какие-нибудь конечные моменты. Ну, всякий пласт. Я напишу. Файн от момент. На Эпсилон. Значит, могут быть всякого такого рода схемы. И мы хотим предложить процедуру, которая бы применялась бы к любой из этих ситуаций. И работала бы, как будто мы все знаем. Значит, я хочу сказать, что какая бы ни была из этих ситуаций, если мы знаем распределение, то мы можем применить метод. Проблема не в том, что распределение какое-то нам нужно специальное. Гауссовское, негауссовское, не так страшно. Единственная проблема, это мы знаем или не знаем. То есть, внутри вот этого вычисления нигде не используется, что это гауссовское распределение. Хорошо. Значит, теперь, как мы можем поступить. Сейчас я вам расскажу сначала, как я предлагаю это делать, а потом уже буду остаток лекции рассказывать, почему бы это было хорошо. Значит, что такое Bootstrap? Значит, придется мне стартовать немножко отойти к самым истокам и напомнить нашу постановку задачи. Значит, пусть у нас есть линейная параметрическая модель. Это означает вот такое предположение y равно си транспланированной вот этой звездой плюс эпсилон и эпсилон у нас как там написано сигма квадрат и это это наше параметрическое предположение. Значит, из этого параметрического предположения мы можем писать локлайклихуд или от это, которая равен с точностью до константа минус единица на 2 сигма квадрат y пито минус си транспланированной тета в квадрате и от единицы до n я напоминаю, что это векторная форма на самом деле тут везде стоит i и лайклихуд пишется в таком виде это наш лайклихуд и наша оценка тета с волной это есть точка максимума l от тета и она автоматически есть точка минимума вот этой суммы y пито минус си трансформированная тета в квадрате значит это то, что мы делаем в нашем реальном мире теперь я хочу сделать некий трюк этот трюк называется bootstrap multipliers значит это специальная форма bootstrap на самом деле не единственная и даже не самая популярная но я буду рассказывать сегодня только про этот вид bootstrap значит теперь я делаю следующую вещь значит вот это вот наша формула ну в нее можно написать явное решение все все транспортированы все это решение теперь теперь я рассматриваю значит это вот то, что мы делаем в реальном мире теперь мы вводим bootstrap multipliers значит это будут вот такая семейство весовых коэффициентов w с буковкой b значит вот w без индекса это будет их набор весь значит и здесь от единички до n значит мы вводим семейство случайных bootstrap множителей значит то, что мы будем предполагать это вот такие два условия что мы от ожидания w и b равно единичке то есть в среднем каждый вес будет единичка и я буду писать у мат ожидания такую же буковку b это значит что это распределение только этих весовых коэффициентов то есть мы генерируем то есть наши данные нам даны с данными мы не играемся теперь мы играемся заводим новые шашни вот с этими вот с рэповскими весами у них будет свое распределение которое обозначается вот этой буковкой b везде где написано b это означает что мы играемся только с bootstrap скими множителями значит первое условие что мат ожидания равно единичке второе условие что дисперсия этих весов тоже равна единичке значит значит примерами которыми будем рассматривать я расскажу три примера значит пример первый это то что называется гауссовский мультиплайер гауссиен мультиплайер мультиплайер это а р р в и bootstrap являются нормальными с параметрами 1 1 это означает что они могут быть иногда отрицательными с положительной вероятностью что науки не постят значит пример 2 будет так называемый exponential multipliers значит w и bootstrap будет exponential с параметром с параметром 1 все желающие могут проверить что два условия этих выполнены на самом деле гауссовский bootstrap не очень хорошо бывает в случае когда мы моделируем что-то типа классона или бироли потому что получается отрицательное значение для реализации и получается отрицательное интенсивность пассоновского потока ну с маленькой вероятностью если м большим то у тебя процесс на каждой деле интеракция для реализации очень хорошо что уже накоплен опыт использования для теории это не важно для практики всегда есть детали я поэтому рассказываю три примера значит вот вот мы работали с этими двумя я то что сейчас рассказываю мы делали в частности с другой моей аспиранткой майя и нам рецензент написал а почему вы не пробуете еще радимахеровские веса мы попробовали радимахеровские оказалось тоже очень хорошо поэтому я даю третий пример который называется радимахер но вообще на самом деле это Берноль двойной Берноль сдвинутой мультиплиер значит W и B равно сейчас как мы это делаем да значит оно равно нулю с вероятностью одна вторая или двум с вероятностью одна вторая вот так опять же можете проверить что вот эти два условия выполнены теперь значит у нас есть такие мультиплиеры с этими мультиплиерами мы можем сделать такую вещь мы можем построить bootstrap версию likelihood значит мы делаем следующую вещь мы определяем B log likelihood значит L B от это будет равно ну я напишу в общем виде а потом распишу значит это будет сумма L I от это L от это по I от единицы до N вот этого члена это будет вот этот вот все вместе будет у нас называться L I от это значит пока что я написал просто лайк лихот еще ничего от B не зависит значит наш это исходный лайк лихот который на самом деле зависит от исходных данных тут вот внутри сидит Y и а теперь я вот эту штуку просто умножаю на Бодстреповский вес Ильич а такой кстати вопрос а как такую вещь делать можно ли обобщить если наблюдение зависит можно значит можно делать и это даже в общем-то уже один из моих студентов этим занимается в общем-то я вряд ли успею рассказать на этом курсе но вообще это делается и не так много и требуется и так значит что мы делаем мы берем вот наш лайклихуд который здесь написан и каждый член этого лайклихуда берем со случайным весом значит вот этот вес он случайно в другом пространстве значит когда мы вот это рассматриваем на самом деле двойная случайность здесь зашиты Y наверхи ваш liv и так в Benim что мы будем замечать band два мира. Один мир, в котором данные являются случайными, а Буцерепова вообще нет. Это у нас будет называться реальный мир. И у нас еще будет Буцереповский мир, в котором все наоборот. Данные будут рассматриваться не как случайные, а как данные. То есть данные мы пронаблюдали и заморозили. Они больше не являются случайными. Мы забыли, что они случайные. Случайными будут только веса. То есть, когда мы вот смотрим на эту формулу, формально она выглядит почти так же, как исходная формула. Но в этой формуле случайными являются только вот эти веса. И мы с ними будем играться. Значит, в гауссовском случае это будет минус 1 на 2 сега квадрат. Сумма y и t минус 7 и t трансформированный т в квадрате умножить на W и Буцереповская. Ну, еще раз подчеркиваю, очень важно, что вот здесь y не случайны. В мире Буцерепа. Вот. Теперь идея Буцерепа состоит более-менее в следующем. Теперь мы делаем все то же самое, что мы делали в реальном мире, но рассматриваем то, что мы делали в реальном мире по отношению к случайности в наших Буцереповских весах. то есть мы определяем оценку тета Б. Это будет арбмакс по тета. Ну, вот я значит, тут есть некий машинерий, то есть некоторая методология, которая на самом деле простая и понятная. То есть, если мы оценку писали вот так, тут приписали Б и здесь приписали Б. вот вся вся наука. Да? вот это вот такая оценка. Это будет автоматически армин по тета сумма y минус 7 трансмонированный тета в квадрате W Буцереповская. Ну, если мы посмотрим на это выражение, то как функция от тета, она все еще квадратична. Это понятно, что она квадратична, как функция от тета? А если она квадратична, как функция от тета, то эта задача квадратична и допускает явное решение. Значит, решение выглядит вот таким способом. Значит, вот, если это было решение в том случае, в этом случае оно выглядит так. Это будет матрица Пси умножить тут появляется некоторая дополнительная новая матрица. я напишу ответ, а вы мне скажете, что это за матрица. Что это такое? Значит, это на самом деле N на N матрица. что это за матрица? И откуда она взялась? Я написал ответ, вот я решил эту задачу, получил вот такой ответ. Значит, тут вот сидит N на N матрица. Абсолютно правильно. это матрица бутстреповских весов. W1 бутстреп мы можем забыть проект марселизации, а мы можем просто работать с этой формой. Все-таки то, что Саша сказал, как душу греет, а вот если они не положительные, как-то не... положительность весов не так важна. А то, что сопряженность семейства это полезная вещь. То, что называется конжугейтед мультиплац или прайс. Это возникает здесь? Это помогает. Да, возникает. То есть, если у нас данные, скажем, экспоненциальные или по-ассоновски, то лучшие веса как-нибудь. Не специально польза здесь выожиданно, что у вас в России не существует. Да, и работать немножко лучше. Да, anyway, то, что мы сделали, ну и сделали, это пока мы еще никуда не продвинулись. Значит, главный нюанс здесь состоит в следующем. Значит, в мире Bootstrap, если так подумать, вот смотрите, просто чисто умозрительно. Значит, в этом мире Bootstrap данные, которые мы наблюдаем, они больше не случайны, они данность, они нам даны, и мы их знаем. Все же тут случайно, эти веса, но эти веса мы сами генерируем. То есть, в принципе, распределение в мире Bootstrap вот этого объекта мы знаем. Более того, значит, ну, теперь вспомним, вспомним, значит, эта формула, если можно, я ее сотру, вспомним мы, что в таких задачах, что мы оцениваем, вот, что у нас истинная точка. Да, B Target, то, что мы оцениваем этим лайклиходом. Это просто по определению, это Тетта со звездой в мире Bootstrap. Это наш Таггет, который определяется Агмакс по Тетта. А тут надо написать все то же самое, только с мат ожиданием. Значит, я сначала напишу то, что мы делаем всегда, а теперь надо более-менее везде присобачить вот эту вот букву в кубе. Да, и теперь вопрос к залу. Что получится здесь? Значит, вот в этом месте что получится? Если мы возьмем мат ожидания вот от этого агрегата по Bootstrap мере, вот с этим что будет? Останется на месте, потому что это от Bootstrap скорости не зависит. А с этим что произойдет? Будет единичка. Значит, если мы возьмем вот это мат ожидания, то вот эта вот штука просто станет равной или от Тетта. Правильно? То есть, взяв от этого мат ожидания вот здесь, это легко видно. Значит, вот это станет единичкой, это станет обычный лайк-ли-худ. И что у нас точка максимума в лайк-ли-худе? Чему это равно? Это равно Тетта с волной. Ни с какой не со звездой, а с волной. То есть, в реальном мире у нас оценка Тетта с волной, а истинное значение Тетта с звездой. который мы не знаем. И в этом вся беда, что мы не знаем Тетта с звездой. В мире Бутстрэпа мы знаем все, в том числе мы знаем правду. То есть, мы знаем, что вот эта оценка хорошо оценивает истинное значение Тетта с волной. И поэтому мы можем понять, в частности, мы можем посчитать и определить закон по мере Бутстрэпа вот этого самого Тетта с волной Б минус Тетта с волной. мы можем вот это распределение нам известно. Мы можем его посчитать, мы можем попробовать посчитать аналитически, но если мы не можем его посчитать аналитически, то мы можем его посчитать численно с помощью Монте-Карло симуляции. Значит, вот это вот, вот это, грубо говоря, это распределение distribution of ну вот оцентрированной оценки Тетта с волной Б минус ее истинное значение в мире Бутстрэпы Б и Б Волт. И вот это нам известно. Значит, вот эта штука. Главное, даже если у нас нет аналитического выражения, мы с этим можем работать. Почему? Потому что все, что сюда входит, нам известно. Мы знаем вот это, мы знаем вот это, мы знаем разницу, и мы можем это считать много-много раз, можем генерировать и можем строить, я не знаю, можем variance посчитать, можем доверительное множество посчитать, можем, в частности, можем посчитать квантили вот этой нормы. Значит, в частности, мы можем построить вот такую вещь, вероятность по мере Бутстрэпа того, что норма W тут у нас два раза, но я думаю, что конфузия не произойдет. W тета с волной Бутстрэп минус тета с волной больше Z. Вот это вот мы можем посчитать. Тоже известно. то есть это вот функция распределения вот такого стокхастического члена мы можем посчитать. То есть в мире Бутстрэпа мы можем посчитать все, что угодно. И вот идея, которая состоит в этом методе, состоит в том, что мы можем посчитать что-то в мире Бутстрэпа, а потом пробуем это перенести на реальный мир. Значит, то есть мы надеемся, значит, вот Woodstrap-based approach состоит в следующем Compute everything in B-wall в котором мы все знаем. Это первый шаг. И потом вот то, что мы посчитали, мы должны применить apply to real mode. Значит, это общая схема Бутстрэпа, которая не специфицирована той задачи, которую я рассказываю, а это в принципе общий Бутстрэповский подход. То есть мы имеем, грубо говоря, ну еще раз я попробую нарисовать как схему. Значит, у нас есть в реальном мире, значит, попробуем поделить пополам, что получится, значит, real world, значит, тут у нас есть L от это, которая нам дает тета с волной, argmax, L от тета и тета с звездой argmax на тазаде. Значит, в мире бутстрэпа у нас все то же самое. The world у нас есть L bootstrap от тета, у нас есть тета с волной bootstrap, которая есть argmax, L bootstrap от тета, и у нас есть тета со звездой bootstrap, которая argmax, мы от ожидания bootstrap от L. Но это равно тета с волной, это мы знаем. Единственная разница между тем миром и этим состоит в том, что в мире bootstrap мы знаем все, в том числе истинную точку. Вот это главная разница. Потом, значит, зная истинную точку распределения, значит, мы берем quantiles of вот это то, что нас интересует, тета с волной bootstrap минус тета с волной, это стахастический член в мире bootstrap. Мы переносим вот сюда. Это будет quantiles of это то, что нас интересует. Вот это принципиальная идея. Мы считаем все, что нас интересует в мире bootstrap, а применяем в реальном мире. Давайте посмотрим, во что это выливается для нашей процедуры. Я расскажу сейчас небольшим обманом, а потом я надеюсь, что я этот обман вскрою. Итак, что нас интересует? Я напомню, что у нас есть теперь не одна модель, а много. теперь у нас не одна модель, а много. Теперь мы все везде добавляем буковку m. m от это, t это m, m, значит, тут тоже m напишем это м, m, 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 m vs, m, 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 m. А теперь у меня много эпидемических, которые можно достать. Да, я сразу сказал, что сегодня только обсуждаю отрывки, сопорядочность. А всё это же самое мы можем построить здесь. Но теперь то, что я хочу сказать, что на самом деле меня интересует не распределение каждой из этих статистик отдельно, а их всех вместе. На самом деле для построения моих функций мне нужно совместное распределение вот этого, что тут написано. Это в точности равно разница. Нет, разница. Но это кси-м и то, что меня интересует, меня интересует кси-м минус кси-м с кружочком. Это кси-м минус кружочком равно вот такой разница. Это то, что меня интересует. Всё то же самое существует в мире бутстрепа. Значит, вот это будет кси-бутстреповская м и кси-бутстреповская м с кружочком. Это их разница. И теперь то условие, которое я писал, Propagation Condition, которое я писал для реального мира, теперь я хочу его написать для мира бутстрепа. То есть, на самом деле, что у нас делается? Значит, тут вот очень важный момент, который надо зафиксировать. Просьба его, так сказать, отдельно пометить. Что вот всё вот это вот зависит от бутстреповского распределения и реализации. И вот эта бутстреповская реализация, она одна на все эти модели вместе. Значит, у нас есть вот это вот W, которая есть W, B и T. И вот это вот W, оно сидит во всех этих оценках одно и то же. Значит, 1, Q, O, M. То есть, мы вот эти вот бутстреповские веса применяем ко всем моделям сразу. И тем самым мы храним их зависимость при различных M. То есть, в чём фокус состоит? Что здесь нас интересует совместное распределение, а значит, зависимость для различных M. И эта вот зависимость в мире бутстрепа воспроизводится через семейство весов. Одни веса и одни и те же. Да. То есть, вот я на всякий случай напишу это отдельно. Значит, L, M, бутстреповская, а тета, это минус единица на 2 сигма квадрат. Тут будет сумма. Y и T минус psi и M транспонированные тета. То есть, мы берём не все факторы, а только первые M в квадрате. А дальше я дописываю веса W, B, где веса не зависят от M. То есть, модуль M, он сидит только вот здесь, в формуле likelihood. То есть, вот эти вот веса берутся одни и те же. Мы сейчас посмотрим один шаг суммуляции, да? Да. Значит, вот мы генерируем веса, коллекцию весов W. Для этой коллекции весов мы вычисляем все эти оценки. Мы вычисляем вот эти вот разницы. Получаем вот эти стахастические компоненты. И для них строим квантильные функции и применяем наш метод. Ну, значит, как это выглядит? Значит, мы строим Z, M, M с кружочком, от X. Такое что? Ну, давайте, значит, я уже говорил, что есть некий машинери. Сначала надо писать то, что нам надо. Пишем то, что нам надо. Нам надо вот такая вещь. Это то, что нам надо. По истинной мере. Это надо, но чтобы это посчитать, нам нужно знать распределение ошибок. Правильно? Теперь вместо этого мы в мире Bootstrap делаем что? Мы везде приписываем букву B. И попадаем в мир Bootstrap, в котором мы все знаем. А значит, можем это посчитать. Я надеюсь, это понятно. Итак, вот эти функции квантильные мы уже умели посчитать. А теперь, следующим шагом, мы делаем вот эту синхронизацию. Значит, Z, B, B и G, F. Вот это Z, это функция. Значит, это, кстати говоря, очень хороший вопрос. Может быть, я чуть-чуть это самое. Значит, вот я должен тут обратить ваше внимание, что вот все вот это делается при заданной реализации Y. Y у нас заморожены. Это означает, что вот эта вот функция квантильная, Z, M, чертовой, M с кружочком от X, на самом деле еще и зависит. То есть она тоже, тут в принципе тоже можно B приписать. Нет, я не хочу приписать, потому что она в мире bootstrap, она не случайна. Но она еще зависит. То есть она в мире bootstrap не случайна, но она в реальном мире, она случайна. То есть она зависит от реализации Y. То есть для каждого, то есть мы можем говорить про распределение и так далее, но когда мы выступаем как статистики, данные нам даны. Мы их получили, эти данные, и мы их заморозили. Для этих данных мы строим вот это семейство квантильной функции. И дальше что мы делаем? Теперь мы делаем синхронизацию. Значит мы посчитали это для каждого M с кружочком, потом делаем синхронизацию, которая выглядит точно так же. То есть я пишу то, что нам надо. Ну, напоминаю. То, что нам надо, объединение по M больше M с кружочком. Вот этого. Кси M, M с кружочком больше Z, M, M с кружочком от X плюс Q. От M с кружочком. Вот это равно E в степени минус X. Значит, вот это вот то, что нам надо. В реальном мире мы не можем это сделать, зато мы можем это сделать в мире бутстрэпов. Просто приписываем везде буковку B. И приписывание буковки B означает, что мы берем бутстрэповскую реализацию одну на все эти кси. И опять вот этот вот агрегат, он на самом деле все еще Y-депендент. Игорь Ильич, а все эти соотношения, они с какой-то же вероятностью реально имеют место, правильно? То есть они недостоверны. Они лишь с какой-то большой вероятностью имеют место. Значит, все, что сказано, все неправильно. То есть никакого в реальном мире нет ватопа. Вот мы пока еще берем бутстрэп. Берем бутстрэпа Y-ки, они никакие не случайные. Они нам дадут. Неман, я уже вырос из этого. Нет, ну как-то хуже. Значит, я уже говорю. Хороший вопрос – это тот, на который я собираюсь отвечать. Сейчас мы дойдем. Сейчас мы все вместе. То есть не надо забегать вперед. Лучше бы мне сказали, что это был скоб куда-то. Я просто хочу обратить внимание, что вот метод бутстрэпа, он чем хорош? Что мы на самом деле вот здесь вот, вот здесь все можем делать, абсолютно все. Мы все знаем, мы можем эту процедуру применить, и она должна работать. Значит, мы посчитали вот это вот стокастические веса, и мы можем делать много-много симуляций этих бутстрэповских весов и посчитать и вот эти квантильные функции, и потом вот эту коррекцию. Все это будет зависеть от реализации, и теперь возникает вопрос. Теперь мы хотим вот эту вот штуку применить, перенести все на реальный мир. Почему там равенство стоит, у вероятности они меньше и равно? Ну, значит, это предполагая непрерывное распределение, тогда можно найти... То есть, на самом деле, нас интересует минимальный Q, при котором здесь стоит меньше и равно. Можно спросить, вот если у нас все X и M независимы, то Q примерно будет равен, ну, в той величине так, чтобы у нас ошибка в сколько моделей, сколько разве уменьшилась? Ну, то есть, пусть обходят в коррекции или танцевировать, если они зависимы? Ну, значит, вот эти X, чем дальше, тем больше зависимы. Нет, я имею в виду, если полностью независимы. Что они независимы? Если у нас вот эти X больше независимы. От чего? Друга от друга. А как они будут зависимы? Ну, так вот взяли. Во-первых, как мы их берем, они зависимы. Чем ближе M к пружочкам, тем больше они зависимы. Нет, это я понимаю. Просто, ну, такая конструкция во многих бывают ситуациях. Ну, значит, еще раз говорю, пообщайтесь с Кириллом. Ты считал, они так зависимы, страшно, что эти Q почти всегда равны нулю. А когда совсем независимы, они не получаются? Ну, нет такого случая. Вот в тех ситуациях, когда это применяется, то, фу, почти всегда равны нулю. То есть, если четко отслеживать зависимость, то более-менее оказывается, что вместо Монфероне коррекции можно никакой не делать. Кроме самых близких моделей. То есть, если мы один раз откорректировали, то дальше почти не надо. Итак, значит, теперь я формулирую теорему и предупреждаю сразу, что теорема неверная. Я совершенно сознательно иду на обман. Теорема говорит следующее, что LED, вот эти вот, значит, мы посчитали Z плюс M с кружочком от X, Который есть Z, M, M с кружочком от X плюс Q, M. А вот из этой B звездочки. Тогда вероятность по истинной мере объединения M больше M с кружочком, C, M, C, M больше Z плюс. Ну, я не знаю, я пока напишу не конкретизирую. То есть, вся наука, которую мы применяем, она O маленькая от единички. Значит, наука, которую мы применяем, позволяет это O маленькая от единички явно в виде описать. То есть, это некоторый остаточный член, который можно указать. Это называется asymptotic validity. Вы говорите, а это D не должно входить в Z? Значит, D не должно входить. У этой теоремы есть утверждение B, которое говорит, что... Это ссылка B звездочка. Теорем говорит следующее, что если мы применим вот эту процедуру, то мы получим хорошие квантили, которые нам дают то, что нам надо. Обращаю ваше внимание, что в этой формуле тут забавная вещь. Вот эта штука зависит от Y. На самом деле эта штука тоже зависит от Y. По построению. Это не числа. Это числа, которые зависят от реализации. Вот здесь мы вспоминаем, выросли и вспоминаем, что это зависит от реализации. Мы вернулись в мир, в реальный мир, в котором Y случайны. И тут вот такая вещь происходит. Но на самом деле они случайны, но не очень. То есть, можно показать, что вот эти Z близки к истинным квантиям. Очень близки. То есть, если он формально XI не сутральной статистики, а не пивотал, то пивотальная, поэтому она и будет зависеть от реализации. Нет, XI не зависит от реализации. Речь идет вот про это. Значит, тут ничего не пивотального. В этой конструкции ничего не пивотального. Мы никакой пивотальность не использовали. Распределение такое, какое есть, а просто мы использовали Bootstrap, который позволяет воспроизвести распределение данных, с помощью Bootstrap. Значит, я еще раз говорю, остаток лекции я попробую объяснить, почему это так. Но сейчас я раскрою, так сказать, секрет, где я наврал. То есть, я вас сознательно обманул, потому что так не работает. Значит, на самом деле проблема состоит в так называемом модулинг-биосе. То есть, если мы применяем здесь модель M, маленькую, то у нас может появиться баес. И этот баес может все испортить. То есть, мы предполагаем, в нашей модели нам нужна вот такая формула. Вот это равно Epsilon. Если это верно, то все замечательно. Но на самом деле, если мы здесь поставим M, то мы и M будет выбраны маленьким. Появится баес. То есть, это не будет равно Epsilon. Epsilon плюс Bm. И этот Bm будет мешаться под ногами. То есть, в ошибке нельзя замешивать оставки панели? Да. Если мы применяем вот эту схему, будет стриптирована эта схема, то мы... Поэтому, значит, все это делается после такого андесмусинга. Значит, все надо сделать, значит, step zero. Значит, мы должны построить compute Y с шапкой, которая есть Y минус какой-то андесмусинг. И тут вот стоит некая пилотная оценка, которая делает андесмусинг и которая убивает баес. Значит, пилот, который... Ну, значит, как пример я потом дам один пример. И все, что делается в мире bootstrap, применяем... Значит, дальше надо apply вот этот b-based approach. То есть, то, что надо делать. y с шапкой in place of y. То есть, когда мы вычисляем стахастический компонент, нам баес не интересен. Его надо, так сказать, сразу вымыть с корнями из данных и потом уже смотреть на стахастический компонент. То есть, вот... То есть, когда мы строим оценки, то мы... Сейчас я напишу формулу. Ну, вот формулу я напомню, что она у нас... Вот эта bootstrap, она вот так выглядит. Пси... Чего-то там... W, B. Пси трансформированная. Минус 1. Пси, W, B. y. Это та формула, которую я вам писал. А теперь нужно здесь еще шапочку поставить. Вот это y-шапка вместо in place of y. То есть, вот такие оценки рассматриваются. И для этих оценок мы хотим посчитать. Потом мы добавляем сюда m везде. Вот тут хорошо видно, что m-то мы добавляем, а вот эта вот весовая bootstrap-овская конструкция одна и та же для всех m. То есть, мы что, вы читаете сначала из y какое-то среднее значение? Ну, маленькое среднее, совсем маленькое усреднение. Главное, чтобы не убить bias и не сильно попортить стахастическую часть. То есть, если мы усредняем по маленькой окрестности, то мы чуть-чуть стахастическую часть портим, но не сильно. Значит, на эту тему я много распространяться не буду по поводу вот этой штуки. Значит, это небольшое слабое место в этой конструкции, но иначе не работает. Значит, это вот такая конструкция, но вот метод, который я пытаюсь вам сегодня объяснить, вот ровно такой. Значит, на основании вот этого мы вычисляем потом кси, m, m с кружочком b, который есть W, тета с волной b, m, минус тета с волной b, m с кружочком. И дальше гоним вот эту процедуру. Вот я более-менее все написал, что нам нужно. Ну, значит, можно себе представить самую большую модель, как мы с ней взяли, вот из нее и ее прибыли. Самая большая, значит, у нее будет фига лучше всего. Да. Чтобы он не убил на все. Самая большая модель, чем больше модель, тем меньше байс. Правильно? Да. Но если все, тогда Y с крышки почти нет. Я потом покажу. Значит, Y с крышки не будет почти. Ну, надо, то есть, надо... Самая большая не знает, что она близка. То есть, должен быть зазор. Но это самая большая модель и данная. То есть, самая большая модель все-таки должна сглаживать. Хорошо, значит, вот такая конструкция. Я потом чуть-чуть позже напишу, как это выглядит. Значит, теперь я надеюсь, что я объяснил, как это выглядит. Теперь я хочу остаток лекции хотя бы на идейном уровне объяснить, почему это работает и какая при этом задействована математическая наука. Вот чтобы вот эту теорему доказать, в две строчки никак не доказать. Я, во всяком случае, не умею. И даже на двух страницах никак. В общем, та версия, что мы имеем, занимает примерно, не знаю, 20 до 30 страниц. И то еще со всякими упрощающими предположениями. И это, надо сказать, сейчас очень модная тематика. В общем-то, методы такого типа появились буквально два года назад. То есть, это совсем свежая вещь. Так сказать, мы такой скачок делаем на самый фронт науки. Хорошо, значит, почему это работает. Да, теперь то, что нас интересует. И теперь я, значит, вот эту процедуру я временно забываю и вернусь прямо к истокам. Вот, значит, итак, у нас есть тета с волной. Агмакс и это тета. И это равно, значит, Пси, Пси транспонированные. И вот это я напишу сейчас в таком виде. Это есть Си, значит, вот эту штуку, которая здесь написана, я буду ее обозначать буковкой В. Значит, это будет В в минус первой. А вот эту вот штучку я буду обозначать вот таким перевернутым треугольчиком. Это будет называться у нас О. Значит, это вот, вот эта штука обычно называется фишерской информацией. Total Fischer Information Matrix. А это, вот эта штука будет называться Скор. Итак, вот тета с волной можно писать в таком виде. В в минус первой. Нет, я немножко обманул. Значит, не это есть Скор. Значит, секундочку. Правда, то, что меня интересует не это, меня интересует тета с волной минус тета со звездой. Я чуть-чуть забежал вперед. Значит, если мы возьмем вот эту разницу, то это будет написано Пси транспонированная минус первой. Значит, если я вычитаю минус тета со звездой, то это можно писать Пси на у минус Пси транспонированная тета со звездой. И это будет равно, если наша модель правильная, это будет равно, и даже если неправильная, будет равно В минус первой Пси эпсилон. И вот эта штука называется Скор. Значит, почему я так написал? Оказывается, что вот то, что нас интересует, значит, если мы потом будем делать много моделей, то на самом деле окажется, что верна вот такая формула. Я ее сегодня проверять не буду, а оставлю вам на проверку. Значит, можно написать В минус первой. Тут будет написано Пм. Значит, Пм – это проекция Скор на подпространство размерности М. Значит, если мы имеем семейство вложенных моделей, то тета с волной М минус тета со звездой М – это оценка В. Она вот такая вот конструкция. Но самое главное в этой конструкции состоит в том, что вот это вот есть некая детерминированная матрица, детерминированный линейный оператор, fixed linear, примененная вот к этому вектору Скор, одному и тому же. Значит, это то, что у нас происходит в реальном мире. Теперь посмотрим, что происходит в мире Bootstrap. Значит, у нас есть Lb тета, которую я не буду писать. Значит, у нас есть тета с волной b, которая в линейном случае будет равна… Ну, вот она у нас тут где-то написана. Пока мы пишем одну. Пси Wb, Пси трансформированная, минус первой, Пси Wb. Y. Да, все правильно. И то, что нас интересует, нас интересует вот такой агрегат. Тета с волной b минус тета с волной. Это наше истинное значение. Значит, если мы это вычитаем, то тут будет написана вот такая конструкция. Пси. Пси трансформированная. Минус первой. Пси Wb. Значит, если я вычитаю тета с волной, то есть я могу здесь написать y, значит, вот, а тут тета с волной. Значит, это то, что я могу написать. Почему так? Значит, если я вот эту часть раскрою, Пси Wb транспонированная на тета с волной, это умножить на такой же оператор, даст единичную матрицу и получится тета с волной. И теперь то, что я хочу сформулировать, я хочу сказать, что в это распределение, значит, вот это вот то, что тут написано. Теперь я могу переписать. То есть, более-менее я хочу доказать, что вот распределение вот это и вот это распределение, эти два распределения между собой близки. То есть, вот наша aim ушел. Значит, распределение в естественном мире, тета с волной минус тета с звездой, примерно равно распределению в мире бутстрэпа, тета с волной бутстрэп минус тета с волной. Значит, это распределение, я напоминаю, что оно дается при условии заданных данных. Вот это то, что мы хотим доказать. Значит, как мы будем это делать? То есть, я пока написал формальную формулу, а теперь мы попробуем восстановить последовательность действий. Значит, ну, первый шаг совсем простой будет. Значит, мы можем предположить, что тета со звездой равно нулю, чтобы оно нам не мешалось. Значит, что такое тета со звездой, которая вот здесь сидит? Можем предположить его равным нулю. Почему мы можем его предположить? Иначе мы можем сделать замену переменов тета минус тета со звездой. И вот здесь ничего не изменится и здесь ничего не изменится. То есть, если посмотреть, то есть, когда мы делаем замену переменов, то мы его читаем отовсюду тета со звездой и при этом у нас ничего не меняется. То есть, мы можем вот здесь то, что здесь написано, переписать как Y минус Psi транспонированная тета со звездой минус Psi транспонированная тета с волной минус тета со звездой. То есть, как бы мы переходим вот к новым данным, вычитая тета со звездой, в котором тета со звездой равно нулю. То есть, вот это вот то, что здесь написано. Ну, это просто полезная запись, которая нам помогает. Теперь следующим шагом, который мы будем делать. Это был шаг формальный, он нас никуда не продвигает. Значит, теперь мы вот смотрим вот на эту формулу, вот сюда. И в этой формуле мы говорим, что вот эта вот матрица, которая здесь написана, вот эта, значит, V-bootstrap, Psi транспонированная. Значит, вот эта матрица на самом деле близка к матрице в реальном мире. Значит, сейчас секундочку. Да, это правильно. Значит, это правильно, но это нехорошо. Значит, я немножко забежал вперед с обозначениями. Я немножко забежал вперед с обозначениями. Но теперь уже, ладно, я не буду переигрывать. Значит, почему вот это верно? Почему это верно? Значит, ну давайте посмотрим. Что такое Vb? Это просто сумма от единицы до n, а Psi на Psi транспонированная и W и B. Вот такая матрица. Значит, что такое V? Это так, значит, это P на P-матрица. Ну и что такое V? Это тоже P на P-матрица, в которой есть сумма Psi и T на Psi транспонированная. Вот это вот то, что тут написано, это вот просто векторная форма вот такой суммы. Значит, это обычная фишеровская матрица. Это то, что получается в мире бутстрепа. Теперь что мы знаем? Что вот это вот Psi детерминированная. Значит, это детерминированная. Случайным является только это, и мат ожидания этих весов равно чему? Это означает, что мат ожидания по мере бутстрепа Vb равно V. Правильно? Но на самом деле этого мало, а можно доказать так называемое матричные неравенства Бернштейна, который говорит о некоторой гораздо более точной оценке. Вероятность по мере бутстрэпа. Тут берется матричная или операторная норма. ВВ минус ем от ожидания. И вот вероятность того, что это больше z, меньше равна, чем 2 раза размерность умножить на экспоненту. А тут будет минус z квадрат пополам делить на σ квадрат плюс rz деленное на 3. Значит, тем, кто знаком с неравенством Бернштейна, он его тут увидит. Это и есть неравенство Бернштейна для случайных величин. Я сейчас скажу, что такое σr. Ну, кто тут знаком. То есть, вот если бы не было это 2p, если бы тут была не норма, а модуль, то это было бы обычное неравенство Бернштейна. Бернштейн. Операторная, матричная. То есть, норма А – это λ max. Главное, собственно, значение. Значит, что тут такое σ? Значит, тут σ квадрат – это не то σ квадрат, которое мы для шума. Я просто его привожу в том виде, в котором это обычно пишется. σ квадрат – это variance от нормы мат ожидания ВВ минус В в квадрате. А r – это max по i psi и t умножить на W и бутстреповская минус единичка. Значит, это неравенство не очень хорошее в случае, когда мы применяем гауссовские мультиплиеры, поскольку тогда вот это r – r не получается ограниченным, если W и t гауссовская или экспоненциальная. Но зато получается ограниченным, если они r – мультиплиеры. Но там же σ можно как-то пополучить и улучшить. Не, нельзя. σ хорошо написано. σ не надо улучшать, σ хорош. Это с точностью дисперсия в одномерном случае с точностью дисперсии. А что это локовство? Ну, усекать. Есть версии этого неравенства. То есть это неравенство, что говорит? Что вот эта матовица близка к этой, когда вот эти веса ограничены. А если они гауссовские, то они ограничены с большой вероятностью. И можно вот это неравенство чуть-чуть обобщить. Это, в общем, техника. То есть, грубо говоря, эта техника говорит, что вот эта матовица близка к этой. И, значит, я, может быть, скажу, значит, что из этого неравенства следует. Короллари из этого матричного неравенства Берштейна. Если мы определим дельта Пси равно В минус... Значит, тут надо написать максимум на норму Пси Ит. Значит, вот это остаточный член. Значит, я напоминаю, что В равна сумме Пси Ит, и на Пси Ит транспонированное от единицы до n. Значит, это порядка n. Значит, вот то, что тут написано, имеет порядок... Я вообще плохо написал. Тут надо норму вот здесь поставить. Вот так. Норма вектора вот такого. Вот эта вот штука имеет порядок, типичный порядок единиц на корень и z. Так вот, то, что можно доказать, что z, вот это вот оператор нормы, норма, значит, V минус 1 вторая VB V минус 1 вторая минус единичной матрицы по норме меньше или равно чем константа умножить на дельта Пси. Ну, тут еще, значит, если мы хотим отследить зависимость от П, константа немножко зависит от П. Ну, на самом деле, если мы хотим абсолютную константу, то надо еще умножить на логарифм П. Что-то типа такого. То есть, отношение матрицы ВВ к матрице В, это вот отношение, грубо говоря, вот это вот неформальное, вот ВВ делить на В минус 1 имеет порядок дельта Пси и имеет порядок что-то типа лог П делить на корень и z. А здесь вот второй шаг, который говорит, что у нас на самом деле мы можем вот здесь, вот в этом месте. в этом месте мы можем использовать матрицу ту же самую, что и в реальном мире, и это очень удобно. потому что это означает, что мы можем работать, вот когда мы пишем Кси Б, то мы можем Кси Б вычислять вот по такой формуле. это будет В, а Пси, Пси транспонированный минус 1, тут будет написано Пси, В, Б, И, минус 1, а вот эта штука, это вот то, что я тогда писал у шапкой, а здесь я, сейчас я буду писать эпсилон с волной. Вот это вот. Значит, смотрите, что здесь произошло, то есть, если мы вот здесь, а, То есть это все правильно. Вот это все умножается на W. Матрицу. Но вот этот агрегат, который здесь написан, вот этот, вот до этого места, один и тот же, он внутри бутстрепа не меняется. То есть если мы хотим посчитать разные реализации вот этого вектора, то нам достаточно только вот с этим играться. И на самом деле, значит, вот это будет зафиксировано, а мы будем работать только с этой частью. Вот эту часть я буду обозначать набло B. Это бутстреповский скор. Итак, то, что мы видим в итоге, что у нас вот этот вот вектор к себе, который мы хотим, мы хотим, что распределение, распределение этого вектора. Или потом, значит, то же самое можно написать, приписывая букву M везде. И то, что то же самое, значит, к себе. M. Все то же самое. W одно и то же. Тут везде просто мы можем приписать M. Тут M транспонированные. А тут можем написать P, M, B. И то, что мы видим, значит, на самом деле оказывается, что статистики, которые мы исследуем в реальном мире, и статистики, которые мы анализируем в мире бутстрепа, на самом деле есть детерминированные функции, одинаковые детерминированные функции от двух разных скор. Значит, просто для сравнения. К C, M. Это все то же самое. Ну, я напишу. А тут стоит настоящий. Значит, что это означает? Сейчас, секундочку. Вот этого нет. Лишнее. Вот так. Значит, вот у нас две формулы, которые у нас есть для разных M. И что мы видим? Что вот эта часть, вот эта часть, вот до сюда, вот до сюда, она абсолютно одинаковая, сверху и снизу. Меняется только вектор. Значит, вот этот вектор, он случайный, потому что вот это случайно в мире бутстрепа, а этот вектор случайный, потому что этот вектор скоро случайен в реальном мире. Значит, шаг третий, который мы сделали, после того, как мы сделали, то есть за счет того, что мы смогли вот эту матрицу заменить на матрицу без весов, мы смогли представить то, что мы имеем в реальном мире, и то, что мы имеем в мире бутстрепа, как функции одного и того же вектора СКО. Значит, то, что нам осталось, как шаг, давайте я это все отру, самый сложный шаг, который нам остался в тек. Три, это показать, что распределение вот этого вектора СКО примерно равно распределению вектора СКО В в мире бутстрепа. Значит, я напоминаю, что вот этот вектор – это Пси-эпсилон, этот вектор – это Пси-Вб-эпсилон-солбой. Вот есть два вектора, значит, это случайные ошибки, а это ошибки… Вот это на самом деле Residuals. Вон они написаны. А тут случайным является… Значит, это детерминированное, это детерминированное, случайными являются вот эти вот церковские весы. Вот это вот то, что нам надо показать. Ну, значит, как мы будем это делать? Как мы будем это делать? Давайте я объясню. У меня не так много времени осталось, буквально пару слов, как это делается. То есть, на самом деле, мы почти дошли до самой кульминации. То есть, мы дошли только до кульминации. А время уже все вышло, но кульминация тоже очень интересная. Значит, смотрите, вот пусть Лед, а Эпсилон пусть будет Гауссовский. На самом деле, это не обязательно. Я напоминаю, вот эта Сигма, это диагональная матрица. Значит, если Ифнот, значит, ну, сейчас рано, я чуть-чуть рано. Значит, если Эпсилон, то это влечет, что скок, который есть Пси Эпсилон, будет Гауссовским со средним 0, с какой-то кульминационной матрицей? Молодцы. Значит, Пси, Сигма, Си транспонента. Правильно? Значит, Эпсилон значит Independent плюс плюс Момент то это верно асимптотически. То есть Пси Эпсилон будет все равно примерно Гауссовским. Не в точности Гауссовским, но примерно, потому что это некое усреднение Пси Эпсилона. Это значит, что каждый элемент есть усреднение с матрицей Планка. Отлично. Теперь что мы делаем в мире Bootstrap. Значит, смотрим, теперь пусть Let's теперь в реальном мире вот этот вектор Гауссовский вот с такой коверерационной матрицей. Это более-не-менее верно всегда. Если Эпсилон Гауссовская, то это в точности. А если не Гауссовская, то это выполнено примерно. То есть это более-не-менее всегда верно. С точностью Гауссовской аппроксимации. Теперь пусть у нас WB значит ну давайте так написать WB N1,1 Для простоты возьмем Гауссовский мультиплеер. Вот. Тогда значит что у нас получается? Значит, если мы возьмем вот вот этот вот набло B ну я я из него вычту минус его мат ожидания по мере бутстрайла. Вот такая вещь. Значит ну я сразу напишу значит W и B минус 1 будет равно будет нормальным 0,1. Значит если я возьму вот такое центрирование по мере бутстрэпа то это будет равно чему Пси WB эпсион с волной минус его мат ожидания. Что такое мат ожидания? Если мы возьмем мат ожидания минус значит тут будет Пси мат ожидания просто от этой матрицы будет единичная матрица тут будет единичная матрица эпсилон с волной если это расписать то это будет равно Пси значит я напишу это вот так ЕБ эпсилон с волной значит и я вот на самом деле я хочу сравнить то есть ну вот этот член вот этот мат ожидания Пси эпсилон с волной Пси эпсилон с волной член нас не очень интересует потому что мы все равно потом у вектора ско центрируем по мере бутстрэпа вот это вот можно считать что мы вот с таким вектором работаем и тогда этот вектор имеет вот такое распределение и я хочу сравнить и меня интересует что это за распределение вот что это за распределение в мире бутстрэпа вот это распределение что это такое я его на всякий случай напишу это вектор на самом деле это вектор в пространстве ЭП а Это вот эти вот E, B и T. То есть это W минус 1. Значит, это WB минус единичная матрица. Значит, это можно расписать. Это равно сумма C и T с волной E и B. Вот то, что там написано. Ну и теперь скажите мне, что это такое в мире бутстрэпа? Какое распределение у этой суммы в мире бутстрэпа? Что тут случайно? Это случайно в мире бутстрэпа? А это случайно в мире бутстрэпа? Тоже нет. Это детерминированность в мире бутстрэпа. Это b-детерминированность. А случайным является только вот это. А это что такое? Это n01. Это линейная комбинация гауссовских случайных величин. Правильно? Эта штука является нормально распределенной с коэффициальной матрицей. И сумма сиитой трансфонированная, ε и с волной в квадрате. А вон написано. Наши невязки, разница. Значит, смотрите, что получилось. У нас есть скор в реальном мире, который гауссовский, вот с такой квалифициальной матрицей. И у нас есть скор в мире бутстрепа, который гауссовский, вот с такой квалифициальной матрицей. И остается только, чтобы доказать, что эти два распределения близки. Надо только сравнить их с квалифициальной матрицей. Правильно? Значит, последний шаг, который нам остался, это сравнить эти две квалифициальной матрицы. Итак, степ. Это называется шаг Гауссен Комперизм. Комперия. Значит, два гауссовских распределения. n0, ψ, σ, ψ трансфонированная. И n0. Значит, тут вот это вот. Она у меня пишется так. Пси трансфонированная. Тут будет диагональ ψ с волной умножить на ψ с волной. И на ψ трансфонированную. Вот так. Значит, ну и смотрите. Значит, ну давайте так напишем. То есть на самом деле вот эта вот матрица. Я буду обозначать, это будет В, а эта матрица вот здесь будет обозначаться В. Так вот, значит, есть некая теорема о гауссовском сравнении. Что две гауссовские меры близки, если близко, значит, вот такая теорема, которую я буду использовать, которая называется пинский ремикволити. Тем, кто работает в ИПИ, положено сдать по долгу службы. Пинский ремикволити. Значит, оно говорит следующее, что распределение для любого множества АП от А минус П бутстреповская от А меньше или равно, чем корень из Кульбок и Лейблера пополам между двумя вот этими распределениями. П и П бутстреповским. И это можно оценить как примерно корень из следа вот такой матрицы В в минус 1 вторая, ВВ в минус 1 вторая, минус И в П в квадрате. Это то, что нас интересует на самом деле, ровно это. То есть мы вычисляем что-то, относящееся к распределению в мире бутстрепа и хотим перенести на реальный мир. Это множество довольно сложной природы, и мы его переносим таким способом. Мы говорим, что если вот эта вероятность Е в степени минус Х, то это будет такая же вероятность с точностью до этого члена. И осталось только показать, самое последнее, что осталось показать, это что, грубо говоря, ну я напишу вот так совсем неформально, ЗВ делить на В минус 1, вот такая вот штука, Вот это вот, грубо говоря, у маленькой этой единички. Это вот в точности то, что тут написано. То есть на самом деле тут написан след от этого отношения в квадрате. Ну, а осталось только, смотрите, и это опять Эгейн, Эгейн, Бернштейн, Матрикс, Бернштейн. Потому что вот это ВВ, еще раз, она у нас написана где-то или нет, я еще раз его напишу. ВВ, это сумма, все ИТ, все ИТ транспонированные, Эпсилон ИТ с волной в квадрате от 1 до n, АВ, это сумма, все ИТ, все ИТ транспонированные, А тут стоит Сигма ИТ в квадрате. Вот смотрите, вот у нас одна матрица детерминированная, от 1 до n, и в нее зашиты дисперсии, неизвестная дисперсия весов. А теперь мы сюда, ну давайте забудем на момент вот про эту волну, вот так напишем. Почему вот эти две матрицы близки? Потому что вот эта вот матрица, она случайная, эта матрица не случайная. Эта матрица, это дисперсия в мире бутстрета. Но мы знаем, что мат ожидания от Эпсил ИТ в квадрате равно Сигма ИТ в квадрате. Значит, если мы вот эти вот суммы рассматриваем в матричном виде, то вот за счет этого суммирования у нас получается, что можно доказать, что вот эта штука имеет порядок лог P делить на n. P это размерность параметра в данном случае, всего вектора. Неэффективный. Значит, вот этот результат хорошо доказывается, он верный. Значит, есть некая проблема вот с этой волной, которую я сегодня уже рассказать не успеваю, и которая на самом деле требует, и из-за этой проблемы возникает вот эта необходимость в предварительном вычеркивании байса. То есть вот это Эпсилон ИТ с волной дает вот это вот неравенство. Значит, когда Эпсилон ИТ с волной в квадрате примерно равно Сигма квадрата, если у нас нету байса. Значит, если есть байс, то тут возникают проблемы, и для этого нам нужен вот этот вот нулевой шаг, который я уже упоминал. Ну вот приблизительно, значит, идея такая, более-менее, во всей этой истории, что в мире бутстрепа все выражается в терминах вот этого вектора, скор вектора набло-бе. И он гауссовский в мире бутстрепа, с какой-то коверационной матрицей вот этой ВВ. В реальном мире все выражается через скор, вектор скор, примерный вектор, который тоже гауссовский, с другой коверационной матрицей. Но вот эти две коверационные матрицы между собой близки, и это позволяет оценить распределение между реальным миром и миром бутстрепа. Вот, значит, вот эта формула, на самом деле, когда мы ее применяем, она очень даже тонкая формула. Почему? Потому что вот здесь, на самом деле, написаны случайные меры. То есть вот эта мера детерминированная, обычная, а здесь написаны случайные меры. Потому что ПВ, это на самом деле ПВ при условии у. Но, тем не менее, это неравенство точное. Тут тоже все случайное, но вот в этом неравенстве, с большой вероятностью, вот это выполнено. То есть вот эта штука зависит от у, но это нас ничего не волнует, потому что вот эта оценка, она равномерная. То есть, более-менее, для почти любой реализации вот есть вот близость вот этих двух коррекционных матриц, и больше нам ничего не нужно. Вот, так сказать, квинтэссенция всей этой конструкции, что на самом деле, всего-навсего, то нам нужно аппроксимировать распределение бутстреповского скор и настоящего скор, и они оба примерно галстовские. Остается только сравнить их к коррекционной матрице. Ну, вот это вот такая наука, значит, тут задействована, я пропустил целый ряд технических шагов, которые достаточно нагруженные, и все это было сделано только для линейной модели. Значит, если у меня получится, я в самой последней лекции расскажу, как это делать в случае, ну, когда у нас нелинейные модели, обобщенно линейные, или вообще абы какие. То есть это все очень легко обобщается, все методы, которые я написал, можно написать в самом общем виде, и в принципе в том скрипте, который доступен, это все есть. То есть в принципе это достаточно подробно описано, но на сегодня я просто пытался донести вот эту ключевую идею, ключевую идею, которая сидит за применением Bootstrap, что на самом деле Bootstrap работает, то есть идея Bootstrap состоит в том, что он воспроизводит как бы гауссовское распределение. То есть если у нас реальное распределение примерно гауссовское, то в мире Bootstrap оно тоже примерно гауссовское, и коррекционная матрица она воспроизводит через ошибки, она воспроизводит через эти суммы. Сумма самих ошибок в квадрате близки к коваруационной матрице распределения, которое нас интересует. А у нас все разреженные у нас там должны были? Значит это будет на следующей лекции, у нас осталось две лекции. На следующей лекции я буду рассказывать про модели большой размерности, в том числе разреженные матрицы и так далее. Как этот же метод Bootstrap работает в моделях очень большой размерности, спарс-модели, выбор подмножеств и так далее. И на самой последней лекции, шестая, я попробую все это обобщить на случай нелинейных моделей. В случае хаосовских мер, они представляются. В случае хаосовских мер, они представляются. Не, ну если две баусы с кеминами, то куй буклевер П1-П2, равно куй буклевер П2-П1. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.